Разрешающая способность такого прибора, то есть точность, с которой мы измеряем энергию, определяется формулой, написанной снизу, а именно погрешность измерения σe делить на корень из энергии, плюс еще некоторые константы. Вот эти константы называются, как всегда, калибровочными, они должны быть определены для данного прибора на известном пучке. Вывод из этого такой, что характерное значение констанции С1 10% и меньше. И если, как я вот сказал, энергия у нас, скажем, порядка 10 Г в частице, корень из 10 тройка, и мы получаем разрешающую способность около 3%. Это хорошо, это для большинства экспериментов достаточно. С увеличением энергии, как видно из верхнего графика, необходимая толщина сборки должна увеличиваться, и вот она здесь для одного ТЭВа, то есть 1000 ГФ, необходимо по крайней мере 20 радиационных длин. Радиационные длины мы с вами обсудили, они там в таблице у нас были даны, так что это экспериментатор знает, как выбрать. Различные виды этих сборок показаны на этом рисунке, а именно мы видим вот справа, снизу, это колориметр, который мы обсудили. Световоды здесь не в виде нити, а в виде лент, но они обладают теми же свойствами. Поглотители нужны, чтобы сделать прибор более компактным. К сожалению, часть энергии в поглотителе безвозвратно теряется, но зато прибор становится более компактным и дешевым, и оказывается на это следует идти. Но вот есть другой колориметр, более сложный, это вправо вверху, где световод, световодов много, от каждого сцентилятора индивидуальные световоды ведут фотоумножители. Это более сложная конструкция и чуть-чуть более дорогая. Слева, сверху показан колориметр, в котором энергия регистрируется не сцентиляторами, а какими-то другими приборами, но это неважно. Важно, что есть слоистые структуры, в которой вся энергия частицы расходуется, и часть из нее регистрируется тем или иным способом.